Так, ну что, начали покрывать полы ламинатом. Да, Вовчик? Да. Вот начало есть. Начало пошло. Ну ладно, все равно. Один ряд положен, уже начало. Ну что будет дальше? Он немножко подходит под цвет обоев, да? Под цвет обоев подходит. Тут серовато такой, розоватый и тут серенький. Ну вот, прошло 3 часа. Работа очень кропотливая. Сначала ложится подложка. Потом склеивается лентой, да? Скотчем? Специальным. Подложка специальная для теплого пола. Такая дырчатая. Ну и вот, что только пока получилось. Такой серенький. Я думала, он будет светлее. Он нормально сочетается с обоями. Пентуса у нас тоже уже куплены. Тоже они такие между обоями и ламинатом. Продолжаем делать пол. Покрывать его ламинатом. Не рассказали процесс. Начало. Ну сейчас вот Владимир у меня расскажет. С чего, как начиналось. Вот какие-то черные там штучки. Что это, для чего нужны. Они подкладыши какие-то, да? Ну, это не сразу, и потом... В общем, любая, всякая, даже самая маленькая работа, должна начинаться с большого перекура. Так как мы не курим, начинаем прямо с работы. Вот так. Все легко и просто. Сначала самое простое. Обычно начинается вся работа с левого угла. Ставится... Сейчас я тебе покажу. Вот такие клинышки. Это есть специальный набор для сборки ламинатных полов. Там вот эти клинышки в комплекте идут все. Сейчас я тебе покажу. Вот такой инструментик для, ну, скажем так, для сбивания самих ламинатных половиц. Что с боку, что с торца. Как угодно их можно сбивать. Просто накладывается. Скреплять. Да, скреплять, стягивать. Если, ну, замок не складывается сразу там. Вот. Просто легко и просто. Он ложится. А, вот еще и вот такая штучка, чтобы не попортить. Вот на каждой ламинатной есть специальные пазы. Чтобы не попортить, вот есть специальная такая вот... Это вот все в одном наборе продается. Когда ламинат покупаете, обычно продавцы рекомендуют купить этот набор. Если у вас нету, то он не так дорого стоит. Или он ставится вот на ламинатинку и по нему уже молоточком стучится. Ну, чтобы состыковать, что тут, что с этой стороны. Так вот проходите и стыкуете. Начинается это правило с целой ламинатной. Слева направо догоняете. И последний кусочек, который там отпилили, все состыковали. Все сколотили, что вот здесь вот поближе. Скажи мне. Вот, чтобы вот эти вот пазы, не было в них щелочек. Все плотненько сложили, вбили. И ставите вот такие вот эти вот клинышки по 10 миллиметров от стенки. Это для расширения полов. Что с торца, с торцов, то у стенки. Ставится все, чтобы выдержать зазор по всей длине. И потом вот так вот прогнали один ряд. Последний вот там ламинадинка, которая вот положим у нас получилась и вон коротенькая. Сантиметров 20. Поменьше даже. Поближе покажи. Подогнали ее под размер. Ну то же самое у меня, когда я начинал работать, у меня то же самое здесь стояли вот эти клинии. Я их потом вынимаю по мере надобности и переставляю дальше. Все. И вот отпиленная часть, отпиленная часть, она становится первой частью вот следующего ряда. Так как у нас там стенка, то же самое. Ставим вот так же вот эти клинышки. Ставим вот эту отпиленную доску, так как нам там паза, ничего не надо. И дальше к ней уже начинаем гнать второй ряд. Целые уже, да? Да, уже целые. Опять так же вот можем. Вот у меня вышло тут раз, два, вот две целых половинки. И вот опять отпилил, этот кусочек сделал, поставил, состыковал, все сбил с помощью вот этих вот инструмента. Все. Посмотрел. Плотненько. Щелей не должно быть. Никаких зазоров. Так. И все. И точно так же опять вот отпиленную часть, она становится началом уже вот третьего ряда. третьего ряда. Вот она. Вот пошла. Вот третьего ряда. И то же самое, так же пошел. И всегда самая последняя отпиленная часть становится началом следующего ряда. Вот у нас получается вот примерно такая вот, примерно, лесенка. Видно? Одинаковая, да? Да. Это примерно одинаково оно и должно идти. и вот последний ряд я тоже самое. Вот у меня вот эта каратышка осталась с того ламинанина предыдущего. И я ее сюда ставлю и потом вот буду стыковать. Сначала ряд вот этот, да? Состыкуешь полностью? Лучше, если комната небольшая, положим метра четыре, то можно вот эти вот все состыковать сначала. Одну, вот так вот вторую, третью, четвертую, ну и часть еще там, может пятой доски, состыковать все, а потом уже закладывать и забивать целиком. Если комната очень длинная, там метров, ну, пять и больше, тогда рекомендуется делать, там может, по три, по четыре, вот так же вот ламинарный делается и дальше уже стыкуется следующее. Либо с помощником, да? Да, либо с помощником. Ты меня зовешь помощники, я придерживаю здесь с одного края, ты там состыкуешь, а потом начинаешь вбивать. Ну, метров до четырех можно работать и одному. А дальше уже, чем больше площадь, чем длиннее, конечно, там лучше с помощником работать, с кем-то вдвоем. Оно и веселее, и удобнее. Ну, что получится сегодня, потом, значит, будем до вечера здесь, сколько сделает у меня Владимир. Сейчас я соберу следующий ряд, потом его буду вот так же вот собрал один, вторую, потом уже буду вставлять. Все это подробно написано прямо на инструкции на коробках с ламинатом. Как еще? Главное, чтобы все вставало в замочке. Вот, сейчас вот на коробке могу показать вот тут вот. Тоже, что вот оно, вот, должно вставать туда, плотненько, под небольшим градусом, 15-20 уголов. А сюда не надо вот эту черненькую штучку? Ну, надо, надо, да. Потом, да, это уж он просто показывает. Ну, это пока я еще тут не стыкую, просто показываешь. Что вот так вот приставил, завел туда, все. Ну, это целый ряд. И дальше уже методом пристукивания молотком, вот через эту штучку специально, чтобы не попортить сам ламинат вот эти. Угу, угу. Он делается примерно так. Чтобы здесь собрать, оно стучится вот с торца, с этого класса волосочка. Чтобы собрать полностью половину, на это уже с крайчика, вот так вот стучать. Все, вот он зашел у нас. Все целиком постучал. Вот и все. А потом уже в методом пристукивания. Вот он сам садится. Тогда все соберешь, все обстучишь. Все, вот таких щелей вот быть не должно. Я просто сейчас пока не делаю, потому что мне дальше надо собрать. Угу, целый ряд. Да, лучше всего брать ламинат вот с таким вот пазиком. Почему? Ну, с фаской вернее. Это, ну, для того он удобнее. И фасочка должна быть еще прокрашена под цвет ламината. Ну, или контрастный. Бывает, что вот ламинат светлый, а фасочка вот эта коричневая или черная. Ну, это так, для красоты, для узора. А для чего это делается? Потому что если ламинат без фаски, там все равно какая-то микрощель остается. Полы моют все, как правило. Туда со временем попадает водичка и ламинат без фаски служит недолго. Максимум через два года начнется возбухание. Это же обычная фанера ДВП. Да. Просто покрыта. А здесь вот оно прокрашенное. И, как правило, если когда моешь полы, оно все убирается. Все с этой, ну, тряпкой. Обычной тряпкой. Протирается. И все. И, как правило, даже если какие-то возбухания будут, то эта фаска их забирает. Начинает спучиваться сама фасочка, что незаметно. А если бы ее не было, то спучивался бы сам ламинат. И года через два-три, как правило, это такие. Конечно, вот ламинат без фаски он смотрится вроде как чуть не зеркало. Одинаково ровненько, красиво. Но это красота буквально на год-на два. Ну, если не мыть полы, скажем, то может и дольше прослужить. Да, если только сухой уборкой. Но все равно влажность, она есть везде. Окна открываются, влага. На по-любому что-то пролили. Дети есть малые, там тоже что-то прольют. Это не без этого. Да. Это мой совет. Вот мне порекомендовали, вот мы сделали, очень понравилось. И по этой же фаске, ну вот, очень хорошо видно, где у тебя есть, ну, несостыковка. Сразу видно. Угу. Ну, и она, мне кажется, и для красоты, что у меня создается впечатление, что это как паркетины такие отдельные. Да, да. Бывает ламинат произвольный, бывает по рисунку. Это уже надо смотреть, что вот это по рисунку. Тогда надо подгонять его. Ну, у нас такой произвольный, да, получается? без подгонок. Да. Ну, ладно, такие фигуры непонятные. Это уже надо, да, выбирать в коробках. Кисто одинаковые коробки, но хотя, вот не знаю, вот одна коробка была, и все разные. Все, вот, возьмешь. Все хорошо, все нормально. Ну, ладно, давай, труд на пользу, а я пошла заниматься своим делом. Пошла, покажу, пособираю земляничку, ну, еще что-то. Лишь бы не работать, говорит, да. Такая она у тебя не работящая жена, да. Все, ладненько, до встречи.